Никакого безобразия. Вас остановили. Документы дайте. За что остановили вы нас? За что? Вы понимаете это? Остановили вы вас. Наша позиция там же. Откуда вы знаете, что там правительство ваше живет? Вы потому что орете на меня, поэтому я и позволяю себе орать на вас. На Красной площади можно фотографировать и снимать, понимаешь? Там Путин живет в Красной площади. А Ленин лежит в мавзолее. Он тоже был президентом. Короче, сейчас мы шли здесь по берегу и до нас закрывались два типа на машине. Типа, вы снимали запретную зону. Подошел, сейчас сказал, мы вызвали наряд, полицию и все такое. Сейчас приедут вас, заломают, скрутят и заберут у вас камеру. Типа, вы снимали нас. Это свободный Азербайджан. Ну, честно, неприятно. Мы просто гуляли, то есть по берегу, да, по старым каким-то местам. И вдруг... Мы взяли вот эти вот классные камни. То есть там якобы стоит знак, что людям туда запрещено заходить. И он типа сюда приехал разобраться насчет этого. Сейчас мы наблюдаем интересную картину за нами. На Ниве кто-то гонится. И вообще просто... Мне просто смешно. Вот те люди, которые к нам пристали, что мы там на пляжу ходили, гуляли, снимали, фоткали. Они теперь следят за нами и едут за нами. Посмотрим, что будет дальше. Вот эти два типа, короче, едут сейчас за нами. Следят, короче. Да, мы едем. Вот за нами машинка приехала. По-русски не молотно? Давайте в машине, пожалуйста, посидите. Зачем? Зачем? Что? А почему я вас должен слушать? Там они сам вам скажут. Пусть сами подходят сюда. Пусть сами говорят. Они знают, что я скажу. Что случилось? Не знаю, что я скажу. Так вы давайте переводите, спрашивайте. За ними идите, они вас объяснят. Не, пусть вам скажут. Не знаю, что еще не надо так говорить. Не знаю, русскую веру. А что случилось? Нет, а что случилось-то? Почему мы должны ехать? Почему я должен ехать куда-то? Мы вообще не снимали. Докажите, что мы вообще что-то снимаем. Почему я должен куда-то ехать? Я никуда не обязан ехать. Я никуда не поеду за ним. Потому что я еду домой, мне вообще здесь не надо ничего делать. Пусть мне скажут, значит. Я тебя не слушаю. Я вообще тебя не знаю. Кто вы такое? Кого ты крестил? Я тебя тоже крестил. Зачем? Так объясни мне здесь. Что мы нарушили? Зачем мне куда-то ехать? Мы правила дорожного движения нарушили. Я понять не могу. Мужчина, что случилось? Можете объяснить? А что в Азербайджане по-русски не говорят? В Азербайджане по-русски никто не говорит? Или по-английски, хотя я не знаю. По-английски говорите? Так слово подожди, так он знает. Ну что, нам можно ехать-то? Нет. Мужчина. Да сигналю моя. Нам можно ехать? Нет. Как показывают по правилам дорожного движения остановитесь? Включая сигнал до близкого маячка и говорит такой-то, такой-то, остановитесь. Все. Вот сейчас нас останавливают. Здравствуйте. Я понимаю только по-русски, по-английски. Мы долго будем еще стоять. Вы скажите, пожалуйста. Пожалуйста. У нас тоже дела есть. Вы можете повыстреествовать. Что за безобразие такое? Непонятно, за что просто останавливаете. Я думаю, что русским туристам нужно знать, что вас ждет, если вы попробуете прийти на какой-то пляж. Просто вот... Понятно, когда тебя туром привезли куда-то, в какое-то место там или еще куда-то. Короче, кто-то к нам не идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно меня не пьет? Да, я вас слушаю. Говорите. Подобеску. А зачем? Зачем? Документы есть у вас? Конечно, есть. Я же водитель. А за документы есть? Конечно, есть. А за документы есть? Предоставить документы? Спасибо. Документы предоставить? А почему сразу не спросили? Как спросили? Ну, сразу не спросили, почему? Документы были, да. Водительская, да? На машину? Нет, не машина. А какое? Смоли, смоли. А? Почему? Зачем? Там фотографировали что-нибудь. Что мы фотографировали? Мы на пляже были? Да. Да. Там нельзя фотографировать за этим. Нельзя пляж фотографировать? Фотографировать нельзя там. Море нельзя? Подождите, вам нужны мои документы или что? Я не понимаю, в чем суть. Водительская, просто покажи им, что у нас водительская есть. Нельзя фотографировать. Кого нельзя? Кого нельзя? Море нельзя фотографировать? Море нельзя фотографировать? Море нельзя фотографировать? Море. А какой закон это рекомендую? Да. Это оставим. А там даже купались, я не знаю, купаться? Не, можно здесь, я боюсь вас. Вас там слишком много. Представляете, выйти в море, на море, на берег пляжа. Там курортная зона, там стоят эти шезлонги летом. Люди купаются при нас. Мужчина купался, он мне говорит, там фоткать нельзя. Ахереть можно, я просто вообще офигеваю. Если там фоткать нельзя, сделай в три ряда колючую проволоку, мины поставь. Вот эти штуки там лентами хотя бы сделай, огороди. Чем лентами? Лента не поможет, если кто-то хочет фотографировать. Поставь колючую проволоку, загороди все там в три ряда. Если человек может туда пройти, как там нельзя снимать? Кто запретил? И почему этим занимается дорожная полиция? И почему вообще до хрена народу вот собралось и ничего не могут понять, что с нами сделать? Потому что... Стоят, обсуждают задержание, происходит уже буквально... Полчаса, наверное, уже. Ну да, мы хотели съездить на грязевой вулкан, в итоге мы сейчас, наверное, и там огребем где-нибудь от этих ментов. Потому что и там, короче, нельзя будет фоткать, потому что какая-то зараза это решила. Да, еще вы не забудьте зайти в музей, где для... Туристов? Туристов вход в три раза дороже, чем нежели для обычного жителя. Для туристов в три раза дороже, потому что ты турист, тебя надо содрать. И я уверен, что здесь вот эти люди, они хотят просто поиметь деньги. Не думаю, что мы туристы. Сколько их, смотрите. Как делить деньги, короче, на всех? Ведь они снимали. Ведь они нас еще снимают. Там стоят шестеро, шестеро просто. Я не знаю, ооо, как... Сколько мы будем тут стоять, неизвестно. Что делать, как делать, отказываться. Это вообще что? Я вас слушаю. Один мунинг, да? Давайте, друзья. Так говорите, я здесь вас слышу. Я же вас слышу, говорите. Я боюсь вас, вы меня сейчас сломаете, у меня руку. Мы не обязаны выходить. Я могу находиться здесь? Мне ведь не запрещено сидеть в машине. Да. Правильно? Я могу сидеть в машине? Одна мунинг, да. Что она, Семка, сделает? Зачем она? Это мои права. Это мое право. Слышь, еще вот... А, меня снимать еще нельзя? Полицейским не ставит еще. Почему это нельзя? Я вас не снимаю. Работа полицейского гласная. Нельзя. Каким законом? Можете продиктовать? В каком законе написано, что полицейского нельзя снимать? Нельзя такой, конечно. Какой закон? Ваш закон. Какой? Нельзя, да? Номер закона продиктуйте. Статья какая? Одна мунинг, как можно? Потерпите, я буду. Нет, нет. Мы тоже по-человечески. Я тоже по-человечески. Вы ко мне должны по-человечески отнестись прежде всего, а не я к вам. Кто говорит по-русски тут? Мы можем ехать, да, уже? Нет, сейчас придет старший нас. Кто еще придет? Почему сколько? Вот вы собрали три машины. Вам самим-то не стыдно вообще? Нет. Вы почему нас вообще остановили? У нас вообще-то дела тоже есть. Вы нас без причины просто остановили. Зачем остановили вас? Вот я не знаю, вы почему-то нас установили. Мы русские граммадские не знаем. Но это наша проблема, что вы русские не знаете. Переводчик сейчас идет. Мы знаем, зачем фотографируете. Тогда давайте ехать, ехайте за нами, мы хоть ближе к дому. Азербайзан-телебилища, а? Вот еще. Азербайзан-телебилища. Не надо на меня кричать. Я понимаю, что вы божанки, но мне не надо кричать. Ну да, азербайзанск надо. Вы служащие, вам надо русские знать. Я знаю. Зачем фотографируете? Где мы фотографировали? Докажите, что мы фотографировали. Мы гуляли по пляжу. Можете, пожалуйста, не гулять. Я вот с вами не разговариваю. Разговариваю с этим молодым. Я не гуляю. Почему нельзя гулять? Мы просто гуляли. Мы просто вырвались погулять по морю. А вы на нас. Не надо меня трогать. Я не трогаю. Слушайте. Пусть вам замолчить, пожалуйста. Послушайте. Они вот, все в пляжах. Но? Разве что-то хранит. Вы фотографировали там? Мы ничего не фотографировали. Я знаю, они должен фильтризация. Зачем вы фотографировали? Мы просто пляж фотографировали. А это другое дело. Они будут смотреть, чтобы фотографировали. Что смотреть? Что фотографировать? Мы свой фотоаппарат вам не будем отдавать. Вы понимаете? Это наша личная вещь. Это наша собственность. Вы не имеете право на нашу собственность вообще. Попушатся. Вот старший крючок, он... Пусть разбирается. Но это... Вы сами понимаете, что это ненормально. Нас задерживают полчаса. Мне не надо снимать. Она меня снимает. Говорите, что у вас. Вы и так нас задержали на целый час. Откуда приехали? В Россию. По-русски говорим. Вот и там же наши производственники. От вас какой? По существу, говорите, пожалуйста. Вы и так нас задержали на целый час. Вы задержали вас. Зачем вы туда приехали? Речь идет об этом. Вы должны документы показать. Откуда приехали? В таком целом. Приехали около моря, фотографировались. Да. И что, нельзя на море? Это запрещено или что? А вы должны документы показать. Кому? Кому. Да. Зачем? Ваши документы есть или нет? Они у меня есть. Я их предоставлю. Ну, показывайте, пожалуйста. Предъявляйте мне объявление. Какое? Объявление предъявление? Да. Мы остановили вас. Вы должны показать. Ваши документы, все, больше проблем нет. Какие документы перечислите, пожалуйста? Паспорт дайте, пожалуйста. Разве на дороге останавливают и паспорт показывают? Мы нам дали указание, что вас проверять. Машины автомобильные документы должны... Автомобильные документы и водительское удостоверение вас отрисуют. Хорошо. Сейчас, в данный момент, в балку, где вы делаете? На съемную квартиру. Как? Мы сняли квартиру. Сняли квартиру. Адрес знаете? Ну, да, примерно знаю. Сможете сказать, как он адрес сейчас живете? Это зачем вообще? Дорогой мой, вы приехали сюда. Мы должны, вы госостановили. Мы должны знать, в каком местах живете данный момент. Это все должны так досматривать. Нет, дорогой. Город совсем другой, а тут, где правительство живет. За эту вы остановили фотографию. Какое правительство? Какое правительство? А откуда вы должны знать, что там правительство живет? Не надо фотографировать. Я вас не фотографирую. Она меня фотографирует. Фотографирует прямо на меня. Она меня фотографирует. Я своего мужа фотографирую. А? Что за агрессивные люди вообще просто? Пожалуйста, откройте багаж, посмотрим, что там есть. Пожалуйста, понятых и все по закону. Понятых? Протокол досмотра и понятых, пожалуйста. Ну, я дам паспорт, дам паспорт, дам паспорт, дам паспорт. Предъявите обвинение. Давайте так. Приехали в другую страну. Так. Ну, вот остановили вас. Я прилетел сюда и предоставил документы в таможене. Пассажир показывает, да? Пассажир не обязан показать. Паспорт. Показали. Вот паспорт. Но я вам руки не буду давать. Вот, не буду давать? Не буду давать. Смотрите. Но проблем. Смотрите. Смотрите. Открываю. Вот. Вот, смотрите. Мы вас не знаем. Мы сейчас, знаете, очень боимся, потому что... Потому что четыре машины нас просто окружили. Непонятно, на дороге. Это что за безобразие такое? Никакого безобразия. Вас остановили. Документы... За что остановили вы нас? За что? Вы понимаете, это нет? Остановили вы вас. Наши позиции там же. Откуда вы знаете, что там правительство ваше живет? Не надо кричать. Вы потому что орете на меня. Поэтому я и позволяю себя орать на вас. Потому что вы нас уже час держите. Слушай, ты когда придешь на Красную площадь, где живет Путин, тебя тоже руки заломают тебе и будут говорить, покажи свои документы. Я делал, я когда... В каком стране я пойду, тот закон я подтяну. Да, на Красной площади у тебя документы спрашивают, да? Там тоже живет Путин. Если запрещение места, я за что... Где запрещенное место? На Красной площади можно фотографировать и снимать, понимаешь? Там Путин живет в Красной площади. А Ленин лежит в мавзолее. Он тоже был президентом. Отпускаете, у меня разрешение есть. Все, до свидания. Вы сказали, разрешение нужно. Мы можем ехать. Мы можем ехать. Подойдите нами. Вот документы. Я не удаваюсь. Нет, я запрещаю фотографировать наши документы. Это запрещено законом. Смотрите. Ваши документы предоставьте. Я их тоже сфотографирую. Сначала предоставьте ваши документы. Я хочу... Сейчас мы едем. Мы сейчас едем в прокуратуру и будем жаловаться лично на вас, на вашего майора и вот на этот весь наряд. Документы ваши предоставьте. Ваши документы. Фотографирую прямо на телефон. Такого возраста люди, они еще родились и жили в Советском Союзе. Русский язык они все прекрасно знают. Конечно, понимают. Я же все те, кто моего возраста, все они прекрасно знают русский язык. Они забыть его уже не могут, потому что они уже выросли с ним. Это все бред. Чушь полностью. Сидит полицейский моего возраста, родившийся в Советском Союзе, и типа я не знаю, я только по-азербайджански. Даже по-английски он не знает. Не может даже по-английски, лучше три слова там сказать. Он говорит, ничего не нарушили, можем уезжать, наверное. Нет, он не может. Почему нельзя уезжать? Что мы нарушили? Обвинение, какое предъявление? Вы сейчас наши права нарушаете. Мы сейчас едем в прокуратуру, в ближайший полицейский участок, и пишем на вас заявление. Предоставьте нам документы ваши. Мы хотим узнать, кто нас остановил. Мы пишем на вас жалобу. Мы едем в прокуратуру сейчас. Мы не едем домой, мы едем в первый же полицейский участок. Потому что вы нас задерживаете уже полтора часа. Не надо смеяться. Вы нас зачем остановили? Вы говорите сейчас. У нас все в порядке. Почему мы не можем ехать? Что вы подождите? Мы уже одну минуту, это целый час слушаем. Одну минуту, пожалуйста. Пошло? Время одна минута. Пожалуйста. Одна минута. Ровно еще. И мы поехали. Ровно одна минута, и мы едем. Хорошо. Пожалуйста, подождите. Хорошо. Мы уже сколько раз и ждем? Я скажу вам, в азербайджанской связи, что у вас нет проблем. Ну? И что? Проблема была, что если вы снимаете видеорегистрирование, то вы не сможете снимать. А где это запрещено было? Запрещено. Нет, это не запрещено, но мы не сможем. А мы откуда должны были? Значит, там не запрещено. Он не снимает видеорегистрирование. Мы ничего не снимали. Вы понимаете, мы просто гуляли по пляжу. Нет, мы по пляжу гуляли, и к нам пристали вот эти на шевроле. Да, все. Абсолютно. Абсолютно, мы просто гуляли, мы туристы, вы понимаете это? Нам до безобразия уже неприятная эта ситуация, мы просто гулять даже не можем в этой стране. Это что такое-то? Вот мне... Ну, раз нет, так мы можем ехать уже. Она вот хочет в туалет, она здесь должна в туалет идти? Так они мне скажут запрещено, нельзя писать тут. А где я должен... Где моя жена должна сходить в туалет? В течение полутора часов мы здесь стоим. Здесь мы на пармсер-ресторанах. Не хочу ехать в ресторан, я хочу домой, нормально, подрежусь. В чем проблема нас задержать? Видеорегистрирование. Это запрещено? Каким законам? Нет. Нет, там, он говорит, как будто там мы снимали. Мы там не снимали. Мы не снимали, мы просто гуляли по пляжу. Мы снимали, и все. К нам прикопались просто два человека, непонятно каких мы, поэтому от них уехали. Потому что мало ли они, может, преступники какие-то. Мы не знаем, мы поэтому уехали. А вы нас тут уже задерживаете полтора часа, это нам неприятно. Вы, я не понимаю, вы взятку пригласите, или вот эти люди? Я про вас не говорю. А зачем полтора часа решается проблема? Почему? Да, полтора часа, нам ничего не говорят, что мы нарушили. Ничего не нарушили. Документы я подоставил, что машина моя, я предоставил удостоверение личностью. В чем еще проблема? В чем проблема? Мы можем ехать? Два минуты, я телефон разговариваю, вы потом уехали. Хорошо. Телефон на 5 месяцев, телефон. Я себя только снимала в море, в море. Можно я посмотрю? На какое имеете право смотреть? Откройте вместе. Немножко откройте. Можно немножко? Спасибо. А вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Начальник отделения. Какого? Второго. Этого района? Да. А фамилия? Второго. Махшор, Гусейнов. Вот море. Нельзя море снимать, я не понимаю. Мне просто обидно до глубины души. Просто обидно, что я не могу даже себя снимать. Вы представляете, сколько друзей узнают об этом? Сейчас в Баку наши друзья узнают об этом. Узнают в России сколько людей. Мне просто обидно. Я уже огорчен, я хочу сегодня уехать. Нельзя так. Так сделать нельзя. Что нельзя? А с нами так можно сделать? Полтора часа? Все. 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 Больше ничего нет. Нету больше. Все. Больше ничего нету. Потом что-то есть. Потом ничего нет. Потом там у меня лицо может быть. Потом. Да. Пожалуйста. Ничего не буду показывать. Пожалуйста. Больше нету. 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 Господи, сейчас будет все проверять, как я иду. Больше ничего нету. Потом. Вот. Потом снимки, ничего нет? Нет, у меня только видео. Господи, это только море, море! Все, все, все. Потом, направо, можно налево, налево. Так, а что вы там ищете-то именно? Можно удалить этого? Нет, вы не имеете... То есть вот это мое море? Нет, нет, это не, видеозапси. Видео? Нет, видео я не буду... Это видео просто море. Вы сами же понимаете, что это просто море. Налево, можно налево, вот так. Что там такое? Ну что там нельзя смотреть? Можете ответить? Все, там что-то есть. Что есть? А что нельзя, я понять не могу? Если бы сказали, что, мы бы там не появились. Как мы могли оказаться в том месте, где нельзя снимать? Как мы могли даже знать, что нельзя снимать? Вот объясните, как нельзя попасть... Вот я, например, не могу попасть туда, потому что там забор. А если там забора нет? Там берег свободный, можно гулять. Наши друзья сказали, там есть пляж, там можно погулять. Показали на карте, мы посмотрели. О, песчаный пляж, приехали сюда. Проблем не будет. Хорошо. Мы уже получили кучу проблем. Да не надо, не надо. Все. Можно узнать, это нажаловался мужчина, который купался на море? Там просто мужчина купался. Пожалуйста. Можно ехать? До свидания. До свидания. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...